друзья всех приветствую на канале что у нас сегодня сегодня мы сверлим с вами инструментальную сталь разные и марки на вот таких образцах том числе на вот такой ножовки знаете чем будем сверлить то мы будем делать сверлом по керамической плитки по стеклу уже давно им пользуюсь хочу проверить на самом деле это сверло как говорит производитель берет и инструменталку ну что не будем долго запрягать сразу перейдем к делу давайте как работает сверло по на по такому полотну реально ли для него просверлить его быстро берем дрель поехали как видим отверстие уже есть наполовину готова с обратной стороны итак первый экземпляр готов видели сколько времени ушло на это не так уж много здорово правда поехали дальше усложняем задачу берем вот это полотно советское еще старая ржавая уже приваренная ручка но постараемся ним тоже пробить отверстие реально как думаете не знаю будем смотреть меня не пробовал например сделаем это вот здесь где-то вот здесь так тверстие есть с обратной стороны чуть-чуть его доработать ну что друзья и что скажете начало эксперимента кажется неплохой правда продвигаемся дальше еще у меня есть вот такой ножик старый тоже советский какого-то кухонного столового прибора его использую как скребок иногда ну попробуем возьмет ли его а а а а а а а а и Итак, имеем третье отверстие. Здесь у нас толщина миллиметра полтора. В общем-то, неплохо, скажу вам. Достаточно аккуратное отверстие получается. Идем дальше. Наверное, самое сложное будет это поработать с этим напильником. Здесь у нас целых три миллиметра, вроде бы не меньше. Думаю, что для сверла это будет задача непростая. Но марка стали здесь тоже не указана, но попробуем. Попробуем, что нам скажет наше сверло в случае напильника. Так, поехали. Смотрим. Такое красивое отверстие у нас получается. На большую часть глубины мы уже его прошли. Давайте продолжим. Вот такая штука. Я думаю, сами все видите. Все получилось. Порядок. Что я могу сказать? Не стоит игнорировать вариант пировых сверел в случае, если вам нужно использовать их для сверления стали. Берем, работаем, пользуемся. Неплохой вариант. Сверло не самое дешевое, скажу вам, но и не самое дорогое. Поэтому вопрос только в выборе. Не знаю точно, кажется, сверло германского образца. Надеюсь, не ошибаюсь. Все, друзья. Как видим, четыре отверстия есть. Делали все без остановки. Все у нас в порядке. Наши отверстия. Еще раз покажу их. Вот они все. И буду на этом заканчивать. Результат есть. Убедили, что сверло работает. Все. Всем пока. Радуемся и пользуемся таким вариантом решения вопросов, когда нужны отверстия в инструментальной стали. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok